добрый вечер уважаемые дамы и господа вице-менеджер ричард моун с вами я заглянул всего лишь на буквально на пару секунд чтобы сообщить пренеприятнейшие известия для конкретного человека связи с тем что михаил сергеевич вахнеев на шоу нфр красная жара атаковал судью сб данилу дмитриева что как нам с тимом кажется было непозволительно для менеджера для можно сказать одного из официальных лиц промоушена наш дум вират наш управленческий аппарат принимает решение отстранить михаила сергеевича на первый раз я думаю на месяц а дальше зависит от поведения нашего прославленного тролля михаил сергеевич поправляйтесь можете посидеть дома сейчас же бушует одна известная народу болезнь и мы ждем вас вновь в наших замечательных рядах через месяц дорогие друзья рядом со мной группировка окей хорошо хотелось бы у вас поинтересоваться какие у вас планы на предстоящий турнир каким вы выйдете для себя самый наивыгодный исход планы самые обычные на самом деле выиграть чертов турнир высокие ставки и если честно все мы знаем всем очевидно что именно группировка окей затащит в этом турнире который был специально организован для того чтобы мы смогли выиграть его и смогли выбрать за какой пояс мы будем драться а все знают что мы сейчас нацелены на командное золото и все будет окей мы возьмем его и кто мой оппонент сегодня не важно не важно кто будет финале вообще ничего не важно потому что всем все уже давно известно группировка о кей победит высоких ставках а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зак, прямо сейчас у тебя состоится матч против Локомотива в рамках турнира «Высокие ставки». Чего ты ожидаешь от этого матча? На какой ты рассчитываешь результат? И в дополнение хотелось бы спросить, будут ли в этом матче использованы какие-то твои личные мотивы? Или все-таки просто за победу и за продвижение дальше по турнирной таблице? Личные мотивы. Знаешь, после того, что Лока сделал с моей семьей, с группировкой «Миллениум», конкретно с моим братом Алексом Франко, лишил его титула чемпиона НФР в хардкорных боях, мне не остается выбора, как просто ударить в ответ и лишить Ивана Маркова Локомотива того, чего он больше всего желает, а именно снова стать чемпионом НФР. И знаешь, Ваня, я могу пообещать тебе только одно. Возможно, я не выиграю этот матч, но урон я тебе нанесу существенный. Ну и что касается моих ожиданий, я слышал, что победитель этого турнира может выбрать любой титул, за который он хочет бороться. Скажу так, и понимайте это как хотите. Я еще своим выбором не определился. Спасибо. Следующий матч будет один на один. Встречайте первое, и скоро на набережную Челны, вес 108 килограмм, Зак Нейдер! Зак Нейдер не поскреб в руке Миллениум! Посмотрите на него! Я бы даже сказал, что он не поскреб всего мужского роста независимой федерации рестлинга. Я даже не знаю, кто может потягаться с ним в размерах, в росте, в объеме бицепсов, ну просто невероятное. Друзья, это турнирный матч, поэтому посмотрим, кто же пройдет дальше. О, нет! И его оппонент из города Москвы, вес 115 килограмм, бог крестника Иван Марков-Локомотив! В соображении королевы пика Кейси! Я тебе так скажу. Пройдет сильнейший. Ой, ты только недавно задавал вопрос, ну кто же может в размерах потягаться? Зак Нейдер, да вот тебе ответ. Бывший чемпион независимой федерации рестлинга Иван Марков-Локомотив. Дорогие друзья, это будет матч один на один без дисквалификации. Встречайте первого участника этого боя из города Набережные Челны вес 108 килограмм и его оппонент из города Москва вес 115 килограмм бог крестника Иван Марков-Локомотив! Друзья, вдвойне удивительно видит такой матч в первых раундах турнирной сетки и обратите внимание, эти два парня вполне могут стать и победителями всего турнира, но мы видим этот матч в самом начале. Посмотрите, это Зак Нейдер, это Иван Марков-Локомотив! Совсем недавно Иван Марков встречался на одном ринге с Алексом Франко, где взял ему, не побоюсь этого слова, настоящую трепку. Сможет ли Зак как-либо отомстить за своего друга? Ну, слушай, ты так сказал, как будто бы там Алекса Франко кидали просто как игрушку какую-то плющевую по рингу. Алекс Франко дал Локомотиву вполне достойный отпор. Да, победить ему в матче не удалось, но он бросал его, он бил его, и он очень хорошо себя проиграл. Вот тем же и занимался Иван Марков-Локомотив с Алексом Франко, что не удается сейчас сделать Заком Нейтаном. Он до этого швырял по всему рингу, но Азак держится! Вот, попытался подсечку сделать для Нейтана, но Нейтан устоял на ногах. Ооооо... А, кстати, Франко улетел от этой подсечки. Да, он улетел. А сейчас помню. Франко удавалось только благодаря своей скорости уходить от приемов Локомотива. А Зак не стесняется, прям врывается к нему объятия и уже немного жалеет об этом. Отдал спину сейчас Локомотиву, он этим очень быстро воспользовался, фарармами обрабатывает Нейтана. У Ивана Маркова огромный опыт, он встречался с оппонентами самого разного размера, и он вполне понимает, что вот такие удары по спине помогут его сбить снова. Ой, зря ты это сделал. Зря-зря. Ай-яй-яй, вот сейчас не окей, точно с предплечьями Сака Нейтана, но он разгоняется в угол, промахивается. Излюбленный, излюбленный удар Локомотива. Очень часто можно увидеть такой удар от него, он владеет им в совершенстве. А вот к чему мы возвращаемся вновь и вновь, это к произведению искусства Чопы от Ивана Маркова Локомотива. Вот когда, когда он ударяет одного человека, больно всем в округе в радиусе двух километров. Не поверите, попробуйте сами. Мне кажется, даже ему самому немножечко больно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот вот жар, вот это вот обжигающее действие, которое действует сейчас на Сака Нейтана, оно будет ему напоминать еще очень и очень долгое время. В последний момент Нейтан хотел ударить Локомотиву на огонь, но Локомотив поймал его за стопу. И теперь, и теперь Нейтана ждет. Еще больше, еще порция Чопа подъехала тебе. Теперь уже практически все части тела Нейтана обработаны этими тяжелейшими, обжигающими чутками. Но Локомотив переходит на вторую передачу. Он начинает ускоряться и наносить удары все чаще и чаще. Зак Нейтан уже не держится на ногах, на одном колене он стоит и задает себе вопрос. Ну вот зачем, зачем я полезно против бога рестлинга? Да уж, если Локомотив сейчас включает вторую передачу, то Зак Нейтан пока что находится на нейтральной, по-моему, но нет. Да, давайте, давай, выйдем. Зак, Зак интересно. Слушай, он так, слегонечко так, а, что-то ты мне там ударил, побил. Ну, жжется, а я справлюсь, я сильнее. Я вот глыба миллениума, которую разнесет, которую ты не сможешь снести. Хотели побороться сейчас с атлетами, но Локомотив в последний момент просто в небрежной манере толкнул Зак Нейтана. Ой-ой-ой, начинает разгоняться Иван Марков. Снейтан же отмахивается. Такой я и посильнее могу принять удар. Давай, давай, переходи на третью передачу. Давай, где тут Локомотив, против которого он не должен стоять на своем пути? Немножко, немножко потряхивает Локомотива. Посмотри, он вроде бы улыбается, но тем не менее на ногах к этому стоял, по-моему, Юли-Ели. Зак Нейтана, посмотри, изменилось его выражение лица. Я готов разогнаться! И получить от тебя! Ой, не надо, не надо отворачиваться от Ивана Маркова, потому что этот человек знает, как использовать свое время и знает, каково находиться в нужном месте, в нужный час и уйти от сильнейшей атаки своего оппонента. Приглашает он Зака Нейтана сейчас вернуться в Рим. Зак Нейтан, Зак Нейтан, Зак Махина, глыба. Посмотрим, удастся ли ему провести сегодня апсет и уложить бога рестлинга на лопатки. Тяжелейшего локомотива поднял Брой. И сейчас награждает его грудь, ух, вот это мощнейшие локти. Начинают падать, постепенно, постепенно теряют баланс локомотив. И вот ведет разгон! Европейский апперкот с разбега, в тебя как будто поезд влезается, мне кажется. Ну, как вы видите, на ринге уже есть локомотив, не выгрызается на другой поезд! И это трое! Базерлайт супер с мостом! Пока только два, пока только два, Нейтану не хватает этого для победы. Удастся ли пережить повторное столкновение локомотива и поезда в лице Зака Нейтана, мы узнаем уже через сколько? Минуты, две, пять, в таком темпе, сколько эти парни готовы продолжать. Потому что эти приданинские чопы, ой, ты даже в выражении лиц посмотри, посмотри, как они смотрят друг на друга. Локомотив с легкой издевкой, ну что ты мне сделаешь, а, салага? На плечи поднимает локомотива, а за крытом, прошу прощения. Я понимаю, я понимаю, как у тебя сбивается ритм, потому что все матчи Ивана Маркова, ой, заставляют нас не чувствовать такие микроинсульты в наших сердцах. Сбивается ритм дыхания, что сейчас ждет Зака Нейтана? Снова, снова попытка Халк Нельсон с суплексом, но Нейтану удается пока блокировать этот бросок. Стоп, но блокировать локоть в затылок невозможно. Еще и суперкик от Кейси. Удал его, но Халк Нельсон. Ой, все. Вот начинается вот тот момент, когда Иван Марков заканчивает игры и включается по полной. Вот, вот это вот садистское выражение лица. Зак Нейтан игры не готов заканчивать. Он говорит, можно я, пожалуйста, еще немножко поиграю? Вот так вот поднимает свои плечи и говорит, нет, мы будем продолжать играть. Да, хочет был Зака, да, хочет задать вопрос Локомотив, продолжать будет? Да не, мне и так нормально, мне и так хорошо. Полежу еще. Зак Нейтан уже не показывает. ооооеооад Труиз Кошмар-то какой... Совсем... Я уже сказал, говор CDC, которая увидела removeruch스 как у нее внучка m тя, впервые покрасила AND Кошмар в мисле, so N-TAN Я уверен что N-TAN- и Neat N-TAN не достоин такого отношения с N-TAN Да никто не достоин Никто, никто не достоин быть opplabanым своим оппонентом Но L-L-O-TV плевать В прямом смысле слова Да и переносном тоже Ему все равно, что будет потом с Заком Нейтаном. После того, как скручивает так ноги, их же можно даже ненароком сломать. А в этих местах очень сложные связки, которые очень долго в себя приходят. Сустав выгнался настолько сильно, что мне кажется, что он сейчас лопнет от напряжения, которое локомотив оказывал на их суставах. Даже лицом приживается сильнее. Сейчас Иван Марков к стопе Зака Нейтана. Нечеловеческую боль испытывает он. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, да плохо. Удар между ног, чоп по бедру и шесть стопов колено получает Нейтан сейчас. Очень тяжело ему. Я ощущаю, я ощущаю каждый чоп, который летит в голову. Каждый чоп, который летит по внутренней стороне бедра. Да, пока что кажется, что победа вот так вот утекает сквозь пальцы от Зака Нейтана. Я не представляю, что ему нужно будет приложить, чтобы вернуть себя. Заметь, сейчас матч идет по правилам Ивана Маркова. Каждое его противостояние обязательно включает в себя момент, когда он по полной издевается, измывается, разносит спины, грудные клетки и душит своих оппонентов до такого состояния, что им тяжело продолжать. Но все зависит от того, насколько большое сердце у Зака Нейтана. Насколько у него есть порох в его пороховнице. Насколько его аккумулятор готов выдерживать все это дело. Потому что те оппоненты, которым удавалось победить Ивана Маркова, им удавалось это благодаря тому, что они смогли пройти через это избиение. Очень тяжело сейчас приходится Нейтану, потому что совершенно не получается отбиться. Хотя нет, посмотрите-ка локти. Локти прилетают локомотиву в челюсть. Попытка, как и узлайна была, но самец Аито Суплекс подломил его в локу. Итак, будет ли удержание? Да, удержание будет. О, Алекс Франко! Алекс Франко судьи вытянул в последний момент Франко. Кейси оглушает Алекса Франко. Локомотив держится за затылок. Он немецкий получил. Ой, если ты заметил, оглушили еще и Даниила Дмитриева. У нас нет рефери сейчас на ринге. И Кейси в свою очередь. Она нашвырнет Зака. Как? Тяжело. Зак показывает, что нет. Зак всем видом показывает, что нет. Локомотив сзади здесь. Обратный локоть. Итак, отправится ли полет сейчас Зак Нейтан? Но нет, улыбра, блядь. Тяжелеешь колено в лицо. И Алекс Франко здесь, локомотива. Да, вот так, что ждет. Держание. И ваш победитель! Зак Нейтан! Это не абсет, это абсетище! Я не верю, я не верю своим глазам. Грязная тактика, команда Локей сыграла сейчас против. Зак Нейтан проходит в турнире дальше. Зак! Зак! Пошли в мою руку, Зак! Да, он уже ничего не видит. Он готов отмечать это событие. Зак Нейтан сносит бога рестлинга Ивана Маркова и локомотива. Да, не без помощи, не без помощи своего товарища Алекса Франко. Но на то они и команда, на то они и группировка Миллениума. А вот группировка ОК сегодня терпит вполне досадное поражение. Заметь, Кейси ни в коем случае не смутил ни это поражение, ни другие моменты, которые сейчас не самые лучшие происходят в карьере Ивана Маркова. Да, учитывая тот факт, что победа 5 июня от него ушла, победа в турнире от него ушла. Посмотрим, как они будут двигаться дальше. Акейси от него не ушла, группировка ОК продолжает существовать, несмотря на то, что главная сила ОК. Иван Марков продолжает терпеть обиднейшие поражения, по-другому не скажешь. Я думаю, в то время, когда он держал чемпионский пояс, такого бы никогда не произошло. Поэтому что-то явно не так сейчас в голове Ивана Маркова. Очень сильно сблизились Кейси, Иван Марков и ОК за все это время. За эти годы практически, которые находятся рядом друг с другом, по обык. И, конечно же, поддержка. Это очень важно. И я уверен, что поддержка Кейси позволит Ивану Маркову вернуться в победную серию, в чемпионскую гонку. Друзья, Гарри Свит, участник турнира «Высокие ставки». Гарри, сейчас у тебя матч против Афони. Готов ли ты к нему? Готов ли я? Ты вообще хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? Я Гарри Свит. А этот оппонент Афони. Понимаешь? Нет? Афон готов. Блин. Следующий матч будет один на один без исполификации. Встречайте первым. Вес 86 килограмм. Афоним! Как на этот парень на ринге начинается неистовый дэнс. И это именно он, Афоня, простой автомеханик, который добился, ну, уже невиданных для него, высот независимой федерации рестлинга. Да, друзья, если вам нужно что-нибудь починить, без разницы, эта машина, ваши чувства, обращайтесь к Афоне. Он чинит все, что угодно. Это да, друзья, и это наш следующий матч, что же нас ждет дальше. О! Легов на помине! О! О! И его оппонент вес 72 килограмма, Гарри Свинь! В сопровождении чемпиона ФР в легком весе НМГ! Гарри Свит, которого мы не привыкли видеть, обновленный, обозленный, да никому не радостный парень, который выходит с человеком, который тем более не отличался своими манерами ни на ринге, ни в своем творчестве. Чемпион в легком весе НМГ сопровождает Гарри Свита. Интересно, что Макс Про сегодня не сопровождает Афоню, а очень хотелось бы, потому что в любой момент, в любой момент НМГ может опять использовать недобросовестную тактику, назовем это так. Хорошо, что ты это говоришь не с такими словами. Возможно, может быть, это он обязательно сделает. А мы тем временем наблюдаем старт очередного турнирного матча. Это Афоня против Гарри Свита. Афоня, парень, который известен своим трудолюбием, своей любовью к публике. Публика любит его в ответ. Чего не скажешь о Гарри Свите. Парень, который раньше владел легковесным чемпионством. Сейчас ему вообще на все плевать, как и НМГ, который припарковался рядом с нашим комбинаторским местом. Но давайте вернемся на ринг. Афоня припарковался сейчас с Гарри Свита русским броском почти что в центр ринга. Но здесь НМГ вытягивает Гарри Свита за ногу, помогает ему избежать боли, которую ему собирался доставить Афоня. НМГ отчасти прав, но давайте как-то держать уважение. В этом коллективе все-таки рестлеры, они хоть и дерутся друг с другом, рестлеры хоть и постоянно находятся в какой-то вражде, но вот так сразу же помогать своему другу и вмешиваться в матч, но должен быть хоть какой-то кодекс чести. И это не про этих парней. Да, я напоминаю, что рэпери может принять решение об остановке матча, решение об удалении, например, НМГ из зала, да, из зоны ринга. Но тем не менее, пока он считает, что все в порядке, Афоня не настолько плохо. Да в Афоне есть еще порох в пороховницах, не надо смотреть, что сейчас Гарри Свит как... Ой, ой. Решил не радовать фанатов звонким чопом, а просто неврежную пощечину дал. О, Гарри, 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 тебе это еще обернется. Афоня в этот момент может набрать силушек побольше, как будто в его мастерскую приехал аж сразу пять жигулей, и он готов отработать каждый из них, как и тебя сейчас в углу. Гарри Свит находит в себе силы для того, чтобы в ответ к Афоне выбежать в угол. Я хочу обратить внимание, что Афоня все-таки побольше своего оппонента, и поэтому вот эти вот приемы наносят гораздо больше урона. Это как раз и объясняет то, что Афоня все-таки остался победителем в этом небольшом размене по углам. Будем победителем этого турнирового матча. Это очень интересно посмотреть, куда приведет дальше карьера этих двух молодых парней. Афоня в данный момент впереди, но очень сильно может повлиять в будущем присутствие NMG за ринком. Вот, вот, Гарри Свит все-таки, все-таки подставляет локоть. В последний момент Афоня напарывается на него, и инициативы как будто бы и не было даже у него в матче. А вот теперь начинается, начинается какой-то ураган на нашем ринге. Проводит удержание Гарри Свит. Афоня, в свою очередь, тоже решил дать ответочку. Парад, парад. Калейдоскоп у нас удержание. Один за одним. Первое, второе, третье. Сколько это еще будет? Данила Дмитриев там уже руку, по-моему, отбил, потому что все время удержания были только до двух. Но сейчас Афоня готовится продемонстрировать нам очень изысканный боевой прием. Чем занимается Афоня в мастерской в свободное время? Он тренирует именно такие вещи, которые приносят дополнительную боль. Занимается серфингом, судя по всему, потому что это серфборд. Ах, настоящая симфония криков уходит сейчас изо рта Гарри Свита. Афоня, нам известен как парень, который тоже не раз получал очень болезнь. И у него были ранее матчи. Но сейчас Гарри Свит продолжает его обрабатывать прямо в центре ринга. Куда внимательно, как Ястреб. Как Ястреб на свою задобычу уже смотрит ММГ. Ему важно, что в будущем Афоня тоже может претендовать на его титул. Да даже Гарри Свит может претендовать на его титул. И чем больше урона сейчас получают его потенциальные оппоненты, тем больше радости у нашей музыкальной звезды. Ох, какой невероятный прыжок сейчас был от Гарри Свита. Обожаю эти локти удержания. О да, Гарри вдвойне известен. Известен своими локтями, что он готов летать очень высоко, в том числе и с угла ринга, и с третьего каната. И, возможно, если он дальше продолжит идти впереди Афоня, то в конце мы можем и увидеть его коронный локоть из угла. Зрители поддерживают. Афоня промазал по узлайном. Сейчас Гарри Свит схватил его на позицию для броска. Оу, как в базе дроп. Ой, болезненное приземление на бок спины. Ис, кик. Такой снэп, снэп, одноногий дроп-кик от канатов. От Афони коронный прием. Очень хорошо он владеет этим ударом. И сейчас он готовится для того, чтобы с разбега прямо через третий канат немножко полетать. Афоня у нас не только автомеханик, он еще готов чинить самолеты и летать вместе с ними. Вот такой вот прыгучий Афоня. Получается пилот или даже в какой-то степени десантник. Ведь он десантировался на этих парней прямо через третий канат. И продолжает наши бои. У нас военные действия продолжают сейчас за рингом. НМЖ отправил в легкий нокаут Афони. И продолжает обрабатывать Гарри Свита. Оу, слэна, битонный пол. Да. Какой ты жестокий. Оу, смотрите, что нашел Афоня. Этот титул, возможно, он хочет видеть и у себя. Он, знаешь, как ворона, которая увидела блестяшку. И такой, опа, мне это нужно. Мне это нужно. Итак, Афоня тем временем... О, нет! Ой-ой-ой-ой. В последний момент он улучшил, атаковал. Самое интересное место Афоня. Ну что ж так было. Заметь еще, как широко была отодвинута нога Афоня. И он получил по всей поверхности паховые части. Ой. Но это недолго. Это будет еще очень долго проходить. Афоня, я уже не знаю. Не знаю, какие у тебя остались шансы. Особенно после угла. Здесь остается только терпеть. И на каких-то животных рефлексах или на морально-волевых пытаться выиграть в этом матче. Но по-моему, по-моему, победа ушла от Афони окончательно. Гарри Свит сейчас включает режим человека, которому уже нечего бояться. Он вовсю отодвинул свою защиту на задний план. Для того, чтобы нанести максимальное количество урона автомеханику. Никакой защиты. Никакой защиты. Гарри зачем? Все поинты вкинул в увеличенную урон. И тут Афоня. У Афони-то очки в защите еще немножечко имеются. Поэтому он смог вытерпеть. Но нет, супергик от Гарри Свита. Да Гарри сам виноват, что отвлекся. Он решил подсапаться с фанатом. Когда его оппонент сможет освежиться и вернуться в свой рабочий режим удержания. Я уже подумал, что это конец. Я подумал, что это конец. Потому что после суперкика вырваться очень тяжело. Да нереально. Нереально после такой обработки. После удара по самому сокровенному. После того, как он прилетел в угол. Но Гарри Свит находит момент, чтобы сейчас немножечко передохнуть. Восстановить дыхание. И прилететь со всей дури по Афоне. Афоня встает с клепкой. Ему все не почет. Даже удержание не последовало. Посмотри. Он хватает. Гарри Свита. Дорната 9 не проходит. Афоня блокирует. Перехватывает на вертикальный суплекс. И да. Ооо. Входит. Видимо, он недавно ремонтировал машину грабовщика. Как он мог встать моментально после такого удара? Видимо, он проснулся от него. Оживился немного. Только понимаю, чего уж я тут валяюсь. Давайте я покажу этому Гарри Свиту, кто здесь настоящий мужик. Кто готов побеждать. А вот у нас за кулисами что-то творится интересное. Очень много сил потратил Афоня. Ему теперь даже самому тяжело встать. Да после такого не встают для обычной люди. А Афоня у нас крутейший парень, который готов наносить сильнейшие удары по лицу. По-моему, он собирается полностью и окончательно заканчивать с Гарри Свитом. И проходить дальше в турнирной сетке. Нет, Гарри Свит не так просто. Обратным локтем он включает Афоня. Только два, пока этого мало. Гарри, зря ты думаешь, что Афоня может не снести обычным локтем, который ему сейчас прилетел в лицо. Тебе надо уже подключать резервы. Думать насчет того, как усмирить этого парня. Потому что он, если он не встал... Точнее, если он встал сейчас, если он поднял свои локти после удержания, то тебе надо из рукавов доставать такие козыри, которые ты не делал до этого никогда. Нужно доставать ту сыну. Тут Гарри Свит прямо в армбар. Ох, если он сейчас донесет ущерб этому локтю, то он не сможет приземлиться уже на него. Он укусил, по-моему, его за ногу, и поэтому Афоня его отпустил, потому что терпеть укусы невозможно практически. Гарри Свит с НМГ поведешься, плохому наберешься. Ай-яй-яй-яй-яй, опять эти придальские удары. Обработка ноги пошла, локтем прямо в бедро. Там колено очень сильно страдает. Да уже по фоне сам страдает с ног до головы. Он получил уже по всем частям тела. Я напоминаю, раньше был придальский удар по самому сокровенному. Сейчас уже попал по ногам. И головой он в угол прилетал. И вот включаются зрители, чтобы поддержать своего любимчика Афоня. Суперкик от Гарри Свита. Готовится разбежаться. Афоня отдадит себе силы колена на противоходе. Какое колено? Слышали ли вы этот удар, который прилетел по челюсти Гарри Свита? Итак, Афоня. Третье дыхание включается. Сможли ты выдержал победу в этом турнирном матче. Череп, череп, мне кажется, раскололся у Гарри Свита. Посмотри, он не двигается. У него руки лежат, как будто бы он в нокауте. Он точно в нокауте. Но НМГ... Он Гарри Свита стянул Сопрано, чтобы Афоня не мог его удержать. Ведь удержание может быть зафиксировано только внутри ринга. Справедливое замечание от генерального менеджера Тима. Но что важнее, он может помочь своему оппоненту здесь за рингом. Например, выдав ему оружие. Вот этот пояс, вот это вот чистейшее золото можно использовать. Промагивается. Промагивается. Удар коленом через пояс. Гарри Свит в полной отключке. Афоня готовится для того, чтобы удержать. Зря, 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 зря ты взял вот эту вот железку в свои руки. Потому что Афоня опять смотрит на этот титул. И он его мотивирует еще больше. Аааа, ЛМГ поясом! Какой ужас! НМГ устроил истерику из-за того, что Афоня взял его пояс и тут же получил за свой ор. НМГ упал так же стремительно, как его последний трек в музыкальных чартах. Пока же, пообручат ли по лицу. Гарри Свит молит у пощады. Он молит у пощады. Зрители говорят, бей, Афоня говорит, нет. Афоня. Афоня, я бы не доверял тебе. Он поймал руку. Гарри Свит хотел ударить его между ног. Афоня взращивает. Два, три! Смотри, Афоня проходит дальше. И ваш победитель! Афоня! Объятие, похвала и любовь от публики Афоня по себе становится народным чемпионом Независимой Федерации Рестлинга! Абсолютно невероятная, неожиданная, сильнейшая победа для Афони в этом турнирном матче. Он проходит дальше. Он победил практически двоих. Он показал. Да даже Данил Дмитриево он обнимает покрепче. И он доказал самое главное, что он не просто автомеханик. Он парень, который вполне может претендовать на чемпионское золото в НФР. Афоня! Ты молодец, брат! Ты молодец! Афоня, мы внимательно следим за тобой и желаем тебе только побед в турнире. Посмотрим, что же будет дальше. Ну а на ринге NMG явно недовольным происходящим, как и Гарри Свит. Да уж, не самая сплоченная команда NMG. Гарри Свит, но тем не менее NMG пытался. Он пытался изо всех сил ему помочь. Возможно, вот эти вмешательства, это были лишние. Пожалуйста, вот снимайте вайны, тиктоки, что удобно. Это NMG делает карьеру музыки. Это Гарри Свит проиграл свой матч, но мы им желаем всего лучшего в будущем. Побед нет, но вы держитесь. Болеешь за рестлинг в НФР и следишь за всеми актуальными событиями? Не упусти возможность стать еще ближе к любимой федерации и заказать личное видеообращение от любимых исполнителей. Владимир Кулаков, Мефисто, Константин Лопатка, Ярослав Державин, Пайпер Свит и другие рестлеры НФР поздравят вас и ваших близких с любым важным событием или дадут вашим неприятелям понять, что с вами лучше не связываться. Следующий матч не является товарищеским боем. Один на один, без дисплификации. Встречайте первого участника этого боя из города Москва. Вес 71 килограмм. Антон Юдин! Антон Юдин появляется сейчас в ринге очень резко, с большим энтузиазмом, он вскакивает на второй канат, но тем не менее, все мы знаем, какие травмы он переживал, как у него страдают колени, как у него страдают плечи, локти и голова, но тем не менее, этот парень готов биться всегда, этот парень готов биться и сейчас. Любой матч вполне для него может стать последним, потому что он абсолютно не бережет себя, когда выходит на ринг. Но то же самое можно сказать и об его оппоненте. И его оппонент из города Москва в 78 килограмм Дай Ян Санчез! Вот кто-кто не боится умереть молодым, так это Дай Ян Санчез. Публика очень его поддерживает, является он экстремальным чемпионом РВВ. Ну и что важнее, он подготовился к лету, у него стильные модные очечки, ультера фиолет ему теперь нипочем. Ну и как ты слышал ранее, это такой дружеский, товарищеский матч, потому что парни очень похожи по своему подходу к рестлингу, по тому, какие они делают приемы. Я думаю, нас ждет настоящее зрелище. Да, нас ждет хороший, честный матч. Смотри, обнимается Дай Ян Санчез с Антоном Юдином. Джинсовочки не хватает. Чем ответит Антон Юдин? Он попытался руки из карманов достать, пока не получилось. Видимо, они сблокированы там просто наглухо. Это телепатические силы и захват рук карманами твоего оппонента. Ты управляешь одеждой, у тебя все получается. Но смотри, Антон Юдин достает очки и засовывает руки в карманы. Это... Да это охренеть. Это пакет-контест, получается, матч по правилам руки в карманах. Даниле Дмитриеву ничего не остается, кроме того. СМС, 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 СМС! И... А! Я-я-я-яй-яй! Какой! Слева на нога! Нога на двое! Какой удар! Отличает Антон Юдин! Вот эту кость уже не восстановить! А-а-а! О, Викершорт на жемне стало пулять! Какая боль и страдание! Что они творят, безумные люди? Готовит разбег сейчас Баяк Санчес. Разбегается. Шолдерблок тяжелейший. Антон видит, как он и стоял на ногах. Я видел саду жест на этом ринге. Но этот матч рвет все градусы безумия. Абсолютно равные соперники. Шолдерблоки не получаются сейчас. Баяк Санчес вновь пробует. Разбегается. Жесть. Какая эти плечи. Больше не восстановить им. Надо будет их пересаживать. Обоюдный шолдерблок. Мне кажется, там сейчас суставы просто разлетятся. Вот от такого удара родилась наша вселенная. Мужчины хватаются за голову. Женщины рожают на последних рядах. Ну так, мы переходим в более серьезный режим. Потому что все, плевать уже Даяк Санчесову. А начали матч. Шотган дробкикал. С ручками в карманчиках. Справился? Ну да. Санчесом подойдет Дмитриеву. Теперь две пары стильных очков в руки в карманах. Как ты будешь отчитывать? Эй, делай свою работу. Он теперь, он не может достать. Красиво упала прямо сейчас. Одна пара на вторую. А, все. А, очки держали. Я понял. Ой, никогда, никогда больше не буду надеваться на защиту очки. Ну, именно этих парней за свои я уж точно отвечаю. Какая-то магия и колдовство. Видимо, повидались с Кайли Девин перед этим матчем эти парни. Или с каким-нибудь другим колдуном, который проклинает. Ой, ой, ой. Вот это скорости пошли. Суперкик из ниоткуда. Санчес потерялся буквально на пару секунд. Но нет, поднялся. Хватает Юдина за штаны. Попытка немецкого суплекса не получился. Попытка покрепче схватиться, переходить с оппонента. Вокруг талии и бросить его не удается ни раз, ни двой. Не удается сейчас Юдину вырваться из крепких медвежьих объятий Дайанг Санчеса. Ну ладно, Дайанг Санчес понял, что... Что невозможно с помощью кетч-техники победить в этом матче. Поэтому он запретил кетч себе, запретил кетч всем остальным. И достает линейку Дайанг Санчес. Но, возможно, без нее обойдется. У меня был матч с Лоководимовым? Товарищи, контент переходит в чемпионат по пощечинам. Нет, это не пощечина. У Антона Юдина был закрытый кулак, но он почему-то не смог его ударить. О нет, о нет, это секретное оружие. Камень, ножницы и бумага. Раз, два, три. Две броски. Два камня. Раз, два, три. Нет, нет. Санчес. Так, Юдин, мы тебя запомним молодым и красивым. Потому что выигрывает этот размен Санчес. Что же он сейчас делает? Я так понимаю, что он первый будет наносить удар. Ну, это было ожидаемо, нет? Дайан Санчес, посмотри, какой воспитанный джентльмен побеспокоился о здоровье своего оппонента. Слушай, ну локти, они вот шутки шутками, а локти, они кидают нехилые. Поистине, посмотри, как они переживают друг за друга, спрашивают, как ты там после удара поистине товарищеский во всех смыслах матч. Ну, товарищеский, не товарищеский своими локтями размазывает грим по лицу Антона Юдина, а вот теперь им уже плевать на все. Ай-яй-яй. Оба падают с ног рестлеры после двойного чопа. Да, наши зрители, которые смотрят удар постоянно, уже догадываются, как популярны чопы среди наших рестлеров. И вот теперь парни, им не то, чтобы сложно отдышаться, им просто неприятно. Эти чопы очень сильно обжигают, потом мест, по которым ты получаешь, но им не мешает это ускориться на третью скорость. Побегаем, броща, сказал Дайан Санчес, но пока не получается атаковать ни у него, ни у Антона Юдина. Все время они перескакивают друг через друга, сворачивание. Ох, далековато оказался от центра ринга. Суперкик в последний момент, Санчес успел прописать Антона Юдину прямо в челюсть, он сейчас проверяет, нет ли у него. Вау, вау, вау. Спайсикл кик такой, как бы не прямой, а получается по затылку, сейчас от Дайан Санчеса Юдин получает. Ти-ти-ти-ти. Ой-ой-ой, голова врезалась прямо в ринг. Теряя частичку себя Антон Юдин в данный момент на нашем ринге. И Дайан Санчес. Снова двойней, Чопа, это уже классика независимой федерации рестлинга. Оооо, Слэнтон, Слэнтон Бомс разбегает. Красиво. Насколько неординарный прием. Друзья, если вы видите этих парней на ринге, то вы должны понимать, что они представляют молодое поколение рестлеров, которым не страшно ничего. Дайан Санчес, ну почему Дайан, он готов умирать молодым, он готов отдаваться на ринге на все сто. Даже сейчас, вроде бы в товарищеском матче, где надо бы пожалеть своего соперника, он проявляется наверх, где летит. Слэнтон Бомб не прошел, Дайан Санчес приземлился на спину. Как бы подвоночник сейчас не осыпался у него от такого падения, Антон Юдин перескакивает, а он все там через Дайан Санчеса, он усыпил его бдительностью лэкдропом, лэкдропом прямо в челюсть приземлился. Да, для многих может показаться, что этот прием был сделан в холостую, да не просто так. Он сбивает стол к своего оппонента и наносит прием, у которого тяжелее всего. 4-9-5 корон и прием Антона Юдина. Напомните, код города какой? 4-9-5, так точно, полет в спринг-порт сплэшинг. О да, звоночек, звоночек сейчас готовым сделать по линиям Антона Юдина после такого приема. Но его все-таки мало для того, чтобы удержать Дайан Санчеса. Антон Юдин, парень, который каждый раз меня удивляет и от своих суперспособностей, и от своего желания полностью разнести себя на ринге. Успевают пообщаться парни! Вперед! Заговорились о том, что побегут одновременно. Одновременно они получили двойной клоузла и в центре винга, в общем-то, ожидаемо. Тяжело сейчас обоим. Так тут нечего добавить. Но вы хотели одновременно, одновременно ударили одновременно, но вы упали одновременно. И сейчас и валяетесь. Единственное, то Антон Юдин-то чуточку повыше. И мне кажется, это нехдобру, потому что угодно, это парень! Локтем, локтем Дайан Санчез встретил Антона Юдина, не дал ему провести суисайд-айв. И вот Юдин сейчас повисает на втором катате! Полететь-то он приготовился, а вот приземлиться-то ему не дали. Мне кажется, очередное сотрясение мозга сейчас получил Юдин после такого удара коленом на опроне. И рестлеры в очень опасной позиции находятся, потому что любые потери! И поясницы, и даже ногой он успел коснуться заграждения, и это добавило боли в жизни Антона Юдина. Ему сейчас очень тяжело будет. Это добавило даже не то, что это боль, а урона. Урона его телу, который будет дальше продолжать копиться, копиться, копиться до тех пор, пока кто-то не проиграет. Либо пока он не отключится от болевого шока, например. Что может быть... Ого! Вот это переворот! Гейм-овер для Антона Юдина! И это три! Дайан Санчес победил! Вау! С одной стороны ожидаемо, а с другой стороны вполне неожиданно. И ваш победитель! Дайан Санчес! Неожиданность! Второе имя Дайан Санчеса! Когда ты уже веришь в то, что у него нет никаких шансов, когда ты думаешь, что ему проиграют! За шею сейчас поднимал Антона Юдина, он хотел ему помочь, а Юдин подумал, что он хочет его атаковать или взять его на какой-то праздник. Не-не-не, я думаю, Юдин даже не успел ничего подумать. Это был такой условный рефлекс, потому что в его голове матч еще продолжался. Да-да-да, потому что он был оглушен после этого приема, который Дайан Санчес на нем осуществил. Ну а мы в свою очередь поздравляем атлетов независимой федерации рестлинга. Дайан Санчес и Антон Юдин показали настоящий товарищеский матч, где был и юмор, где были и брутальные моменты. Но что важно, это уважение у этих парней на пике. И я думаю, мы не раз еще увидим их вместе на ринге независимой федерации рестлинга. Да, вот так часто бывает, прождуешься с каким-то парнем, а потом потерешься и сразу лучшие друзья становитесь. Александр, прямо сейчас у вас состоится матч против Артема Макарова. Артем Макаров это новоиспеченный рестлинг зависимой федерации рестлинга. Хотелось бы у вас поинтересоваться, как вы оцениваете свои шансы на победу в этом матче и его? Я очень уважаю Артема Макарова и желаю ему удачи, прежде всего, в будущем. Потому что сам был охранником генерального менеджера. Ну а сегодня, как вы видите, нашу разницу в габаритах, в росте, весе. Ну, шансов, я думаю, у него никаких. Вот, и хочу поблагодарить нашего генерального менеджера за то, что дал мне, наконец-то, возможность расквитаться с Яриком, назначив этот турнир. Всем соперникам я желаю удачи, а с лучшим мы увидимся в финале. Ярик, готовься, я до тебя доберусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok История субтитров А.Семкин Следующий матч будет 1 на 1 без дисквалификации Встречайте первым из города Москва вес 75 килограмм Артем Макаров Кто бы что ни говорил, запомните Артем Макаров это день Охранник, который смог, победил в матче за контракт против Алексея Чапланова Стал профессиональным рестором и сейчас принимает участие в турнире высокий статус Но его оппонент не так-то прост И что важно, он уже ранее за столь короткую карьеру Артема Макарова Успел повлиять на него очень и очень сильно Сейчас поймете почему Меня очень сильно Я уверен, я уверен я И его оппонент из города Королев Вес 110 килограмм Александр! Именно Александр в том матче помог Артему Макарову И благодаря именно Александру Артем Макаров Получил контракт рестлера в независимой федерации рестлинга И именно Александр является его оппонентом на турнире высокие ставки Судьба злейшая штука Но посмотрим, что будет дальше Потому что Александр Ой, ну в этом матче я бы однозначно считал его фаворитом Да, так выходит, что ты иногда сталкиваешься лицом к лицу со своим покровителем И он уже становится не твоим покровителем, а твоим оппонентом Посмотрим, как Артему Макарову удастся ему противостоять Это профессиональный рестлинг Здесь может быть что угодно Я буду очень рад, если победим, предположим, Артем Макаров Я больше уверен, что нас ждет настоящее спортивное, честное состязание Потому что я не припомнил каких-то, знаешь, действий Типа оружие на ринге в те моменты, когда Александру самому же оно и не грозит на ринге Ну и Артем Макаров не успел себя еще проявить Да он просто еще не успел себя проявить, скажем так Он только начал в федерации У него было несколько матчей Ну и Александр, это, наверное, самый большой тест в его карьере Пока сейчас не получается у Артема Макарова замолодеть инициативой Александр захватывает его позицию для вертикального суплекса Он тягивает его И гоняет с высоты своего роста практически 2 метра ростом Александра, я вам напомню Да, такая огромная махина, когда можно поднимать так высоко Надо еще помнить важный момент Что когда Артем висит вверх ногами Почему он сейчас дезориентирован Кровь очень сильно притекает к макушке его головы И когда он возвращается вверх на свои ноги Он такой, что? Где я? Как будто бы немножечко пьяный Да что это за огромный человек передо мной? А это Александр с мощнейшими локсями готов встречать Артема Макарова Пока этого недостаточно до победы Недостаточно до победы, Александру не удается Артем вырывается на 2 Пробует он еще раз, разгоняет Артема Но я думаю, Артем не готов теперь благодарить Александра за прошлую услугу Когда он оказался с ним 1 на 1 в ринге Хватает его из позиции, которая считает Будет ли сейчас все удастся ли ему провести корону прием? Горе бомбы пока не получается Лоу-киками отбивается Артем Александр не дает ему разбежаться Русский бросок с огромной высоты Он летел, мне кажется, секунд 10 вниз Да он как кукла, его бросают по всему рингу Артем, Артем, ну вот я не знаю Ты так уверен начал карьеру незаписимой федерации Ростенко Да и как же Александр высоко прыгает! Что делает Артем? Перескакивает он! Александр хотел снести его клоус-лайнер, но он схватился за его руку Перескочил и теперь попытка кроссбадди Александр поймал его Пока недостаточно это для того, чтобы его снести с ног Очень так легонько, нежно его поставил Ой, Артем, 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 ты зря, ты так повежливый к старшим Слегка оскорблен, говорит, давай нормально, не надо тут меня ставить Приводить в порядок, я вообще-то очень сильный и все могу И вот он сейчас, кстати, это доказывает Да не доказывает он еще ничего Александр такое ощущение, что даже не спотел со стартом матча Потому что настолько он доминирует Мне кажется, Артему надо будет как-то отправиться в глубину В глубину своего характера, в глубину своей души И решить для себя, каким методом он сможет одолеть Александра Потому что пока что честным ему это уж точно не удается Я допускаю, что Артем Макаров может оказаться гораздо выносливее, чем Александр И Александр, конечно, может очень долго обрабатывать вот так вот Душить его против каната, пытаться его там бросать Ловить на кроссбаде, но рано или поздно силы кончатся Да, какой выносливости может быть речь, когда в тебя летят такие руки Когда этот человек тебя калашматит по всему рингу И с одного употребляет Бэк-суплекс Просто Александр Айрлайн сейчас билет, билет на эти авиалинии получил Артем Макаров Да, на бонусный счет Артема уже отправляются дополнительные мили после такого Потому что ему, возможно, придется съездить в траву Пункт после такого матча! Отбился, отбился он от челк-слэма О, не раскрывшийся парашют, господи, помогите, Александр! Вот Артем просил, давай по-настоящему, давай вот две безлишних каких-то На 2.9 он вырвался, я говорил, что у него есть силы, я говорил, что он выносливый Смотри Слушай, матч идет не так долго Я продолжаю говорить о том, что Александр, он как-то даже сильно не напрягается Но победить-то у него пока все равно не получается Ну это логично, но не удается и какой-то сильный урон нанести Артем Макарову Но он продолжает забивать постепенно ноги Александра Слушай, троп-кик теперь уже в другую ногу Очень гей, очень эффективная тактика против рослого и тяжелого оппонента А потом на тему ноги, а затем торнадо титит и припечатать его лоб в ринг Ну ладно, Артем, хорошо, ты заставлял меня ранее сомневаться, я беру свои слова обратно Так-то? Вот именно! Не буду спорить, но Александр уже не раз нам доказывал, что он парень, который может удивлять Это парень, который выносился, у которого мощнее Вот он доказал уже, что он мощнее Артема Макарова Он доказал ранее, 5 июня, что он сильнее Алексея Чапланова в непростейшем матче Но что он будет делать сейчас? И Артем Макаров летит! Сносит со своих ног Александра Там фейсбастер получил Александра от Артема Макарова сейчас Но все-таки, все-таки пока победить не удается Это объясняет многое, зачем он для этого ранее обрабатывал его ноги Потому что Александр уже все сложнее и сложнее поднимается В какой-то момент, мне кажется, что он упадет и уже не поднимется Ну ты что, с Артемом Макаров, посмотри, какой хурикананый С пятью или десятью проворотами Вот это правильно, Александр в угол У Александра голова аж кружится, он вот так вот стоит Как в мультиках, ничего не понимает Получает удар бедром, вернее удар плечом живот Артем Макаров готовит спрингборд, прыжок На третьем команде его Ох, как он в него влетел Чуть не снял со своих ног Но не удается Не удается Абрай подальше Ох, да, да, да Он выбросил Александра Да куда ж, он его аж печатал головой, обопрой, когда он вылетал Вот такие приемы Могут тебе помочь, повалить гиганта Но, Артем, лучше тебе не отвлекаться Ни на секунду Абрай подальше Суицидальный прыжок от Артема Макарова В Александре сейчас был Александр приземляется Он головой, по-моему, о бетонный пол ударился Кошмар какой Причем, если бетонный пол немного защищает маты у ринга То на выходе тебя уже ничего не спасет Попробуйте приземлиться головой о пол Вы поймете всего лишь часть чувств, которые испытывает Александр Раз, два, два На 2,9 Александр вырывается Все-таки он в сознании Все-таки есть еще силы для того, чтобы бороться Так, Артем, Артем, Тема, Тема Темушка, как пистолет Макаров Ты можешь выстрелить сейчас И победить своего оппонента Оправдаешь ли ты сейчас свою фамилию? Оправдаешь ли ты все те надежды, которые вложены в тебя? И внимание, Артем Макаров Поднимается повыше, что она сейчас ждет? Кросс-маги со второго каната не получается Александр опять поймал его в последний момент Перебрасывает он его в позицию Наше пожарника Самоангруб Такое с зависанием Самоангруб получился Нетипичный для Александра, но тем не менее Артем пока повержен И Александр будет заканчивать Он держит раз, два И два! Опять! Опять Артем Макаров вырывается Я не верю, в последнее мгновение он отрывает свое плечо от ринга. Да, этот парень уже пережил нереальное изменение в своих прошлых матчах. Сможет ли он сейчас, сейчас показать то, что... Байсикл кик от Александра, как произведение искусства. Александр может показать ему свою подошву, потому что прямо в область глаз и носа она сейчас пришлась. Сейчас. Еще один полет, еще один полет. Это как раз бонусные мили сейчас используют Артема Макарова для того, чтобы полететь. Александр, пощади, хватит, что ты делаешь. Нет, нет, я знаю, Александр немногословен, но он доказывает все своими действиями. И сейчас, чтобы победить Артема Макарова, ему остается сделать всего лишь один мощнейший прием. Получится ли у него это сделать сейчас? Летим Макарова из силы! Да, чок слэм проходит от Александра. До свидания, Артем! Раз, два, три. Дом! И ваш победитель! Александр! Александр отправляется вверх по турнирной сетке высоких ставок. И мы, в свою очередь, аплодируем в том числе, поддерживаем Артема Макарова. Это первое его такое, я бы сказал бы, серьезное поражение стенок НФР. Ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного, потому что это спорт, здесь есть и победа, здесь есть и поражение. Главное – это уважение. Артем Макаров. Артем Макаров благодарит Александра за этот опыт. Представляет зрителям его как победителя, потому что действительно Александр в турнире проходит дальше. Артем, спасибо тебе большое. Ну а с Александром увидимся в следующих турнировых матчах. Очень важный турнир, потому что победа нужна каждому рейсеру в этом турнире, потому что победа дает тебе право браться сайт. Любой титул, практически открытый контракт, разве что дату нужно с вами заранее написать. Да, Александр, наслаждайся этим моментом. В данный момент ты на вершине мира. Ты вполне можешь пройти еще дальше. Желаем тебе только побед и успехов в будущем. Дорогие друзья, рядом со мной Федор Марков, один из участников турнира «Высокие ставки». И прямо сейчас у вас состоится матч против Михаила Никитина. Хочется отметить, что в предыдущем турнире вы дошли до финала, но все-таки не одержали в нем победу. Хотелось бы поинтересоваться, какие у вас планы на этот турнир? Ну, логично предположить, что раз в предыдущем турнире я не смог выиграть, то в этом надо сделать шаг вперед. Все-таки победить и стать чемпионом. Все просто. Хорошо, спасибо. И такой очень интересный вопросик. Так как сейчас у вас матч с Михаилом Никитиным, можно ли ожидать того, что в этом матче будет какой-то личный мотив? Личный мотив? Увидишь. А пока ты ждешь очередное живое шоу NFR, предлагаем тебе скоротать время в «Мире кораблей» – увлекательной военно-исторической онлайн-игре. Тебя ждут динамичные морские сражения на аутентичных военных кораблях первой половины 20 века. Присутствуют самые разнообразные режимы игры на нескольких десятках карт. Сыграй быструю катку с друзьями или выполняй исторические задания. Атакуй противника бортовыми пушками, торпедами, под водой или авиацией с воздуха. Крейсеры, эсминцы, линкоры, авианосцы. Выбирай корабль на свой вкус, принимай командование и вперед. Делай все, что только душе угодно в «Мире кораблей». Сама игра абсолютно бесплатная. А перейдя по нашей ссылке и пройдя регистрацию, ты получишь солидный стартовый набор. 7 дней премиум аккаунта, 200 дублонов и 2,5 миллиона кредитов игровой валюты, американский крейсер «Сейнт Луис», немецкий премиум крейсер «Эмден», а также 20 камуфляжей «Мятежное пламя». Присоединяйся к сотням тысяч игроков по всему миру и играй бесплатно сам или вместе с друзьями. Им, кстати, тоже можешь сбросить ссылочку от НФР. Бонусов хватит на всех. «Мир кораблей». Ссылка в описании. Михаил, прямо сейчас вам предстоит сразиться в матче против Федора Маркова. Этот матч будет уже в рамках турнира «Высокие ставки». Хотелось бы у вас поинтересоваться, какие у вас планы на этот турнир. Рассчитываете ли вы на свою победу? Ну и если хотите, можете прокомментировать что-то в рамках конкретно этого матча. Тихо, 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 понимаешь? Когда ты говоришь про Федора Маркова, когда мы все вспоминаем про Федора Маркова, даже тухнет свет. Потому что все мы знаем, кто такой Федор Марков. Это, сука, Коля Сиплый. Это Коля Сиплый. Это тварь. Тварь дрожащая, не имеющая права. Вот кто это? Пятого июня, пятого июня, эта собака умудрилась сделать так, чтобы я не прошел выше по уже одной турнирной лестнице. И это меня очень, очень меня это раздосадовало, друзья мои. Знаете, у меня все еще есть, все еще есть один тайтлшот. Он есть, и никто у меня его не отбирал. Вот. Я опять, я говорю про Федора Маркова, понимаешь? И здесь тухнет свет. Все вообще на изи. Один тайтлшот хорошо, но два тайтлшота, я сговариваюсь, два тайтлшота лучше. Знаешь почему? Потому что самый главный титул я заберу. Мне мало одного. У меня два плеча, которые я уже восстановил после травм. И под эти оба плеча очень неплохо подошли бы титул чемпиона независимой федерации рестлинга и титул чемпиона Москвы. А что касаемо Федора Маркова, посмотри, пожалуйста, это видео. Посмотри, пожалуйста, это видео. Здесь тухнет свет, когда я тебя вспоминаю. Цветы завидают, когда ты идешь и воняешь всей своей сипловатостью. Понял, о чем я говорю? Понял, о чем я говорю? Федя, тебе... Не забывайте ставить лайки под этим видео, делиться им с друзьями, а также писать комментарии о всем том, что тут происходит и все то, что вы об этом думаете. Вообще все сложно. Это очень важно, чтобы умные алгоритмы Ютьюба показывали это видео тем, кому это действительно интересно. Ну что, вы готовы продолжать? Тогда поехали дальше! Следующий матч будет матчем один на один. И если с квалификацией, встречайте им первым из города Москва вес 106 килограмм, Федор Марков! С каждым своим появлением Федор Марков меняется на глазах. Как видите, он все более уверенно превращается в настоящую машину. Я бы даже назвал хоть что это, не Федор Марков, а настоящий Терминатор. Он становится брутальнее и брутальнее, мне кажется, с каждой минутой своей жизни. О да, это Федор Марков, человек, которому уже плевать на все. И его турнирный матч, он вдвойне интересен, потому что вы сейчас узнаете почему. Николай, Николай, Николай! Не смогу упозненеть мой ловиный, Николай, Николай, город! Просто больная душа, наша Николаевна! И его оппонент из города Москва, вес 115 килограмм, Михаил Никитин! Ох, долго-долго этих ребят как-то рассказывать. С чего бы только начать. Федор Марков помешал ранее Михаилу Никитину во время одного матча. Потом, когда они были в команде, он тогда не помог Никитину. Да и вообще постоянно ставя палки в колеса. Стоит только вспомнить, что происходило 5 июня. Да, совершенно неприятные события. Между этими двумя только развязали дополнительную историю. Сейчас было принято решение столкнуть их в турнирном матче для того, чтобы выяснить, кто же все-таки сильнее, кто из них достойный. Я чувствую терпение Михаила Никитина уже на пределе. Потому что что было раньше, любой разумный человек будет этого не понимать. Федор, ты что, тебе от меня надо? Сынный матч будет один на один, без дисквалификации. Встречайте первым из города Москвы вес 106 килограмм. Федор Марков! И его оппонент из города Москвы вес 115 килограмм Михаил Никитин! 115 килограмм чистейшего ржесла, я бы даже так сказал. О да, хорошо, что вы не считали протеины, не считали жиры, не считали углеводы. Сколько требуется Михаилу, чтобы держать себя в такой мощной форме? Наверное, примерно 10 тысяч триллионов. Я так это воспринимаю. О, я уж смотрю на воржение лица Федора Маркова, да ему в кайф. В кайф опять вид Никитина, которому он промывает мозги, который капает на его нервную систему. Итак, мы начинаем матч, которому мы на самом деле... Ну, не скажу, что мы ждали его долго. Мы ранее уже не раз видели конфронтацию от этих парней. Но я думаю, этот матч в турнире приведет одного из этих парней вперед. Но другому предстоит уже как-то отстать от своего врага, потому что уже все, деваться-то некуда. Победитель отправится дальше, двигаться за возможностью выиграть любой титул нашей Федерации. Но проигравший будет есть свои горючие слезы. Сейчас пока не удается никому заблудить инициативу. Два раза рестлеры у нас сошлись в лока, два раза, а это ничем не увеличалось. Я думаю, Михаил немного нервничает. Смотри, как он начал, сам отошел, сам же говорит, все же спокойно. Такое ощущение, что он сам себя успокаивает. Перехватывает Федор Марков в ходу лока, опять, Михаила Никитина. Обоюдными захватами обменялись. Ну, ведь с Федором Марковым нужен глаз да глаз. Этот парень известен тем, что может в любой момент вылезти так, ты от него не ждешь каких-то больших приемов. Вроде бы он уже какой-то побитый, вроде бы уставший. А он находит в себе вот этот вот момент, вот этот вот, знаете, знаешь, какая-то у него чуйка есть на то, чтобы в нужный момент вылезти и подавить своего оппонента. Вот в этом весь Федор Марков. Он знает, знает, когда быть, какое время. Никитин пропустил Маркова сейчас, попытался клоунзлайном ударить, пока не получилось. С шелдерблоком так же не получилось. Ну так Никитина врезаться, как в бетонную стену. Да уж поверь мне. Я тебе, конечно, верю. Сомнений быть не может, но теперь летит вперед Михаил Никитин. И теперь уже у Федора Маркова шелдерблок не получается. Немножко сбилось дыхание от такого удара. Тяжело, тяжело. Оппоненты больше ста килограмм весят, поэтому там каждый удар отзывается просто взрывной волной практически по всему телу. Я даже не представляю, как они дышат. Больше ста килограмм в два раза больше меня. Продолжает накидывать сейчас Михаил Никитин. Тормозит его Федор Марков. Затрамбовывает локтями он возле канатов. Начинает вот это вот выржение лица Федора Маркова. Я тащусь от этой боли на твоем лице. Но Михаил Никитин настоящий рыцарь, настоящий герой, которого не сломить. И он поднимается, он гордо поднимается на свои ноги, потому что он знает, что он может победить Федора Маркова. Он знает, что он может победить Федора Маркова. Верит ли он в то, что он сможет победить Федора Маркова? Мы узнаем чуточку позже. Я уверен, что да, но Федор Марков сейчас поверил в свой обратный локоть, который помог ему остановить Никитина и снова завладеть инициативой в матче. Эти парни знают друг друга очень хорошо. Они дебютировали в независимой федерации рестлинга вместе в одно и то же время, в одной и той же команде. У них очень большая история. Такая же большая, как этот бросок от Никитина. Такое ощущение, что он сделал это специально, чуть медленно, чтобы растянуть вот это удовольствие, как он управляет вниз на канвас Федора Маркова. Ну да, фанаты не устают напоминать Федору Маркову о его прошлом. Ну так, понимаешь, раньше это была настоящая сипломания. Фанаты взрывались от его появления, и им этого времени отчасти не хватает. Но сейчас от его появления взрываются обычно его оппоненты. Вот именно. А фанаты, в свою очередь, им весело теперь издеваться над своим прошлым кумиром. Но я считаю, что эти изменения Федору Маркову только помогают. На этом ринге надо стараться только ради себя. Чопы, Чоп за Чопом оправляет сейчас Михаил Никитин по Федору Маркову. Это не частное охранное предприятие, это мощнейшие руки. А теперь уже и плечи, которые впечатают Федора Маркова в угол. У Маркова сейчас такое лицо было, как будто бы даже рвотную позиву он какие-то ощутил от такого удара в область кишечника. Я не удивлюсь, если что-то случится. Я удивлюсь, если он что-то не то съел перед этим матчем. Но Федор Марков-то знает, знает, чего ждать от Михаила Никитина. И он ждал вот это окно, чтобы сделать вот это мощнейшее DDT. И Михаил Никитин практически в нокауте сейчас падает. Мертвым грузом в центр ринга. Но нет, 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 он вырвался. Он вырвался. Ой. Я могу не догадывать, что коллега твои, ты больше на стороне Михаила Никитина, потому что все-таки ты забрал его работу. Я на стороне Михаила Никитина, потому что я считаю, что он реально очень достойный, очень крутой рестлер. О том, что он прекрасный человек, я уже говорил, но я сейчас хочу сказать, что он чудесный рестлер. Я в него верю. Ну, я могу сказать, что сейчас он чудесно переносит больную, сложно, конечно, судить по его выражению лица. Но я бы, если получал такие удары по спине, я бы скорее сдавался, заказывал себе такси до дома и отлеживался еще несколько дней в горячей ванной. Хорошо, если не в больнице, придется отлеживаться Михаилу Никитину после этого матча, потому что Федор Марков, мне кажется, не просто готов выбить из него всю дурь. Он хочет травмировать его, это абсолютно точно, посмотри, в какую позицию он его выводит. Ой, ну, чтобы зрители сами поближе видели выражение лица Никитина. Они хоть его и поддерживают, но Федор кайфует. Ой, Федор кайфует от этого, это настоящее удовольствие, он приносит страдания его соперника. Он показывает таким жестом зрителям о том, что, ну, вот на самом деле настоящий рестлер здесь я, потому что я доминирую. Да, но он ненароком еще включает караоке от зрителей. Случайно, как знаешь, вот ты просто существуешь, зрители скандируют Колю Сиплой. Этому парню ничего не надо больше делать, если он хочет услышать настоящий хейт от всех бойцов армии независимой федерации рестлинга. Но расслабился немного Федор Марков, потому что Никитин успевает отдышаться. Получает спайнмастер внезапно от Маркова в центре ринга. Только 2 на 2,80 примерно. Прырвался Никитин, очень близко Марков был сейчас к победе. Никогда не ставь против Михаила Никитина. Это парень, который найдет резервы в себе всегда. А Федор Марков уже ищет по кругу. Ой! Вот когда они заглядывают вниз, они не водичку ищут, а что-то посерьезнее. Например, палку Кенда. Матчи у нас в дисквалификации, поэтому все легально. И первый использует предмет и решает Марков. Я абсолютно не удивлен. Учитывая, что до этого он выходил с цепью, то может быть он в будущем будет использовать ее. А сейчас палка Кенда. Не такую, не такую тренировку хотел получить Никитин. Ой, о какой тренировке уже может идти речь. Начинается избиение методичное. И по спине еще раз получает Михаил Никитин. Палка Кенда вроде бы тренировочный мяч, но он очень жесткий. Эти удары заживают по несколько недель. Ой, ой, я все вспоминаю тот случай, когда палкой Кенда Федор Марков нанес 10 ударов по голой спине Роди своего врага на тот момент. Ой, помню его спину, она заживала еще больше месяца, даже двух. Казнь была в стиле звездного десанта практически. Ай-яй-яй-яй-яй. Друзья, если вы родились позже 99-го года и не понимаете о чем речь, погуглите фильм «Звездный десант». Это только мы с Тимом понимаем и все те, кто смотрел в подростковом возрасте NFR на 7 ТВ. Сейчас гораздо важнее то, что Федор Марков избивает Михаила Никитина. Не получилось у него удержать. Он провел ему СТО с Кенда-стиком прямо у гортани. Но это все равно не помогло ему выиграть. Вот он использует канат и он лезет на третий канат, потому что нужно что-то большее. Можно только не оторвить трубу там. Убедить такого серьезного оппонента, как Никитина. Так, как у тебя находит слова для того, чтобы сказать, что сейчас будет. Потому что наш ринг может разлететься в щепки после такого. Брекса огромный. Двой 200 килограмм приземлилась сейчас на центр ринга с третьего каната. Это невероятно. Полностью присоединяюсь ко всем зрителям в зале сейчас, потому что Михаилу Никитину удается перехватить инициативу раза. Нет! Нет, Федор Марков все равно вырвался, все равно у него есть силы. Ему очень нужна эта победа. Да, мне кажется, это принципиальная победа для него. Не просто турнир, здесь еще и победа над Михаилом Никитиной. Да, конечно. Эти парни, если кто из них проиграет, они уйдут домой. Они хоть и большие, взрослые, серьезные мужики, но они будут плакать несколько дней после такого. Это будет очень обидно. Еще один кенда-стиг теперь уже у Никитина в руках. Входит песочный человек на ринг, как будто сейчас. И мы увидим... Ой, мы увидим настоящий фильм Акиры Курасау на ваших глазах! Ой-ой-ой! Дуэль на кенда-стигах! У кого же окажется кенда прочнее, пока непонятно. Михаил Никитин блокирует. Марков промахивается. Опять теперь уже Марков блокирует. Вау! Возвращение джедая практически. Только разве что это не световые мячи. Да, слава богу, что это не световые мячи. Этот матч бы закончился моментально. Но это настоящий сумрая. Настоящие войны! И им не нужны никакие предметы для того, чтобы выбивать всю дуть друг из друга. Они начинают обмен ударами, пока побеждает Никитин. Затрамбовал Маркова в угол. Я уже готов скандировать. Деритесь вечно. С каждой минутой становится все интереснее. И что придумают эти безумные парни? Абсолютно равный матч получается. Инициатива сменяется с бешеной скоростью. Они даже одинаковые удары, они одинаковые техники используют. Но столько времени, проведенное на ринге, было определенно не зря. И Федор Марков сейчас содержит верх в этом разме. Не удастся ли ему провести что-то более серьезное? Да! Луриат! Луриат с Хаммерлоком одновременно. Федор Марков провел сейчас. Но нет, этого опять недостаточно. Все равно он не может победить Никитина. Это, да, два приема. Не значит, что они будут более эффективны, чем один. Но что важнее, что сейчас он на ногах. И он разбирает ринг на части. Под подушечкой ринга, которая защищает канаты, находится стальной крюкс, и в которой, в общем-то, натянуты эти канаты. Федор Марков сейчас освободил, оголил в прямом смысле слова и наматывает туда цех. Видимо, для того, чтобы ударить Михаила Никитина об эту стальную, не конструкцию, Федор Марков решил прокачать ринг, как Экзипет делал со своей тачкой. И мы узнаем, поможет ли ему это сейчас. Очень часто такой, скажем так, моддинг играет против того, кто его сделал. Да, смотри, он начинает обрабатывать голову Никитина сначала в классической манере. О, крюки, которые защищены подушечками. А вот сейчас уже в ход пойдут необходимые апгрейды, апдейты на этом ринге. Итак, разминочку провели. Будет ли финальное шоу? Да, Никитин! Схватился в последний момент двумя руками. Не дает ударить себя, не дает приземлиться лупом на эту стальную... Главное, его глаза были открыты. Он видел, что будет перед ним, и он вовремя, вовремя взял себя в руки. Но поможет ли это сейчас ему? Теперь уже он хватает Маркова за шею и запускает удар. Вот как я и говорил, это может обернуться против тебя. Попытка хайская сейчас была. Марков из нее вырвался, ударил Никитина прямо по углу. Гарпун, это конец, это конец. Это три, это два, это два и девять. Два и девять, девять. Я бы так сказал, буквально оставалась сотая доля перед тем, как Михаил Никитин мог проиграть этот непростой матч. Но мы смотрим его продолжение. Это шоу не заканчивается. Именно на ежедельном шоу ударов вы сможете увидеть такой экшен. Смотрите нас, подписывайтесь и поддерживайте ваших любимых рестлеров. И запасайтесь временем, потому что эти двое точно будут драться вечно. Хайская от Никитина. И два и девять точно не продолжают. Этот матч продолжается невероятно. От бессилия падает Михаил Никитин на ринг. Уже никаких сил у него нету. Но Феодор Марков после такого приема его удар по затылку как будто взбодрил, как будто немножечко пробудил в нем в последние резервы. И я думаю, что следующий размен в этом матче, ну если не последний, то будет уже подводить нас к тому, что вскоре это закончится. Но из последних сил на носа сильнейшие, тяжелейшие локти от одного к другому. Давай! Кричит! Никитин! Марков! И разносит друг дружку направо и налево. Отключиться может любой рестлер. В любой момент Марков сейчас по щечину прописывает Никитину. Никитин взрывается в очередной раз градом из локтей. А Марков занимает местечко поудобнее, потому что Никитин продолжает его душить в углу. И что-то он сейчас сделает сильнее и серьезнее. А силы, силы-то уже покидают Михаила Никитина. Удары становятся все слабее и слабее. Я чувствую, я чувствую, что здесь будет три аммига, но нет, здесь будет удар между ножами. Да, Федор. Федор понимает, что все. Он и до этого не был хорошим парнем, а вот этот плохой полицейский, который сейчас в нем включается, то, что он дарил его по-самому дорогому, говорит о том, что это только начало. Потому что Федор Марков... О, нет! Федор Марков теперь получает свое, получает по заслугам. Никитин ждал. Он ждал этого момента. Он подал эту месть нехолодную, он подал ее очень горячей, прямо здесь и сейчас, в ту же минуту. Да, горячий удар по самому дорогому, то, что есть у Федора Маркова! Никитин врезался в стальную цепь, намотанную на стальной крюк, как бы у него рассечение там не случилось и кровь не потекла. Да я уже уверен, что этим парнем ничего не страшно после того, как они получили страшнейшие удары по яйцам. Их стальные яйца. Говорят о том, что... Говорят о том, что голова-то удары цепью не готова так выдерживать. Марков использовал сейчас цепь, как костет, оглушил Никитину в очередной раз. И он готовит коронный гарпун. Получится ли? Да, он проходит! Нет, нет, Никитин, Никитин! Он хочет еще! Он зовет его еще на счет! Да, полежи, отдохни немного, он тебя трогает пока не будет, пока ты не встанешь. Чего ж ты делаешь-то? Еще не гарпун! Раз, два, три! И ваш победитель... Федор Марков! Несмотря на то, что в этом матче они использовали и такие приемы, которые не совсем мне по душе, вот эти удары между ног, вот этот момент с тем, что он использовал цепь. Но Никитин, надо сказать, также не так-то прост. Он тоже ударил его между ног. Он также отправил его в полый угол, где висела цепь. И можно сказать, что этот матч был на равных. И побеждает Федор Марков! Да, действительно, матч был... Исход был неясен до последнего. Оппоненты абсолютно достойны друг друга. Но кое-кто сегодня оказался сильнее, находчивее и, может быть, чуточку безбашенье. Это Федор Марков. Ты молодец, Федор. Я тебя поздравляю. Не от слова. Федор Марков настоящая машина. Парень, который каждым своим появлением разрушает очередную грань на этом ринге. Он жесткий, он сильный, он брутальный. И самое главное, он бескомпромиссный. И это Федор Марков. У Никитина еще есть силы что-то сказать? Прошу прощения, но я скрою от вас свой взор. С каждым годом, который я провел в независимой федерации рестлинга, мне становится все тяжелее. Как бы это ни было парадоксально. Нас сегодня здесь, конечно, не стадион «Лужники», но по атмосфере, братцы, это круче любого финала «Лиги чемпионов». по крайней мере, для меня. Хочу сказать вам две вещи. Одну про себя, вторую, конечно же, про вас. Я воспользуюсь правом быть немного эгоистом, начну с себя, пожалуй. Мне в этом году, друзьям, в декабре будет 30-30 лет. Это для меня психологическая черта, очень важная для многих рубеж 30 лет жизни психологически важная. И я понимаю, братцы, но в моей жизни кроме рестлинга, по сути, ни черта нет. Я признаюсь, признаюсь вам честно, я из-за рестлинга и не получил образование, не построил никакой карьеры, потому что последние 11 лет я нахожусь здесь, стараясь делать так, чтобы независимая федерация рестлинга развивалась. У меня, по сути, не осталось за пределами рестлинга. Ни друзей, ни каких-то денег, какой-то важной работы. Я, честно вам скажу, я даже довольно хреновый муж, потому что все, что я делаю, я делаю ради независимой федерации рестлинга. И у меня не остается физически времени на мою семью. И сейчас я скажу то, что я хотела сказать именно для вас и про вас. Семья, для которой у меня остается сила. Моя семья – это вы. Все, кто поддерживает, все, кто поддерживает рестлинг в России, все, кто ходит на живые шоу, все, кто не кичится, все, кто не говнится, Миша, 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 Миша. Все, кто любит рестлинг, так же, как и я, а может быть, даже больше. Дорогие друзья, большое вам всем спасибо. Без вас ничего не было бы здесь. Без вас. Без вас меня не было бы. Всем спасибо, брат. ПИСА! 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 Да, друзья, стоит признать, что этому человеку мы должны больше, чем кому-либо другому. Михаил Никитин, мы твоя семья. И это правда. Друзья, смотрите рестлинг, поддерживайте всех. И, конечно же, мы желаем Михаилу Никитину, чтобы у него все получалось в будущем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова